Ключи от новой жизни. Сегодня в торжественной обстановке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от их собственных квартир. Символично, что вручение ключей решили проводить столь любимым детьми и молодежью мести – Доме Мороженого. Для Павла, Никиты и Дмитрия это событие – еще один шаг во взрослую самостоятельную жизнь. Рад за вас, что сегодня ключи вам будут даны, вы сможете зайти в свои квартиры и уже, не знаю, чувствуете себя собственниками, что какой-то свой, что-то вот маленький такой, свой угол, своя квартира у вас уже есть. Поверьте, это очень важно, я думаю, для каждого человека. Сглашаюсь Барановского, Дмитрия Сергеевича. Вы там уже были, видели? Да. Вас все устраивает? Да, спасибо большое. Все хорошо, да, полностью. Вот вам ключ от вашей квартиры и маленький такой подарок, как бы интерьер, он необходимый, наверное, в быту, в каждой квартире, в каждой семье этот чайничек. Поздравляю с ним. Ключи от квартиры, подарки глава вручил и Никите Лудановичсу, и Павлу Копейкину. Паша, у тебя дошла очередь. Я тоже хотел выразить свою благодарность за шанс, предоставленный вами, и вклад в будущее, которое вы мне внесли, то, что вы дали мне фундамент, который должен находиться у каждого человека. Ну, это, наверное, задача, мы, как орган спальня власти, мы обязаны здесь в этом помогать вам. Теперь у вас есть своя крыша, на голову и свой угол. Поэтому берегите это все, и чтобы дальше шли уверенно по жизни, чтобы все у вас получалось. Удачи вам! Возможно, ребята еще не осознали важность этого события. Радость дня с ними разделили их близкие. За чашкой чая с пирожными отметили это событие. Поздравил ребята депутат городского совета Наталья Антошина. Сегодня они осваивают очень востребованные по времени профессии. Павел Копейкин и Дмитрий Барановский в колледжах приобретают навыки сварщика и электромонтажника, соответственно. А Никита Лудановичу с чеховском техникуме готовится стать слесарем. Ребята охотно поделились своими планами на будущее с главой и депутатом Натальей Антошиной. У нас в графике первого курса есть. А где будешь проходить? А, пока не решил. И по окончанию где-то какая специальность? А, слесарный механизм будешь работать. Это первых три новосела, которые получили квартиры по государственной программе «Жилище» в 2022 году. Всего за 9 лет проекта, свою крышу над головой в округе, приобрели 203 человека, выросших без родителей. До конца года квартиру получат еще как минимум 25 детей. Впереди у героев сегодняшний репортаж Новоселье, и мы обязательно об этом расскажем.